Дарья Тарасенко Дарья Тарасенко И шесть лет назад в Москве одна из учительниц стала инициатором и придумала акцию «Дети вместо цветов». Для учителя было очень важно получить признание и букет от учеников своих, но при этом чтобы этих букетов было не 25. То есть инициатива не от какого-то фонда, а от учителя? Нет, это была инициатива от учителя для одного из московских фондов. Потом учителя, родители и дети подхватили, потому что, конечно, мы не можем, мы организаторы благотворительности, вменять кому-то, чтобы у учителя не было праздника. Или дети, если они желают подарить учителю цветов. Нет. И мне кажется, этот посыл он так здорово делает из детей лучших людей. И те учителя, которые участвуют в этой акции, когда они становятся инициаторами, я смотрю, как они смотрят на своих детей, которые участвуют, на родителей, которые вокруг этой акции организуются. Мне кажется, это очень трогательно, потому что профессия учитель – это великая профессия. И да, математике научить важно, физике научить важно, но гораздо важнее, чтобы дети стали людьми. Ну да, это хороший способ еще и познакомить детей с благотворительностью, вообще рассказать, что это такое. Вот родители говорят, спасибо этой акции за знакомство. Вы знаете, родители в первую очередь узнают, да? Они узнают о том количестве фондов, которые есть, публичные, цивилизованные фонды, как в регионах, так и в Москве. Ведь выбирают же, в прошлом году нам прислали пожертвования из московской школы. Точно так же, я уверена, какие-то родители здесь, в Красноярске, зная фонды московские или российские, отправляют деньги туда. Потому что это не акция себе-себе-себе, это акция по развитию благотворительности и по воспитанию благотворительности. Ну вот для меня, например, очень важным является, сегодня я написала в социальных сетях про эту акцию, о том, что наш фонд четвертый раз проводит эту акцию. И меня лайкнула моя учительница, любимая учительница. И для меня это, наверное, высшая оценка от учительского сообщества, потому что это мнение очень важно. Ну вот я сегодня тоже написала, кстати, пост, написала родителям в нашем чате, меня поддержали многие. Я посчитала, вот давайте вместе сейчас тоже попробуем посчитать. В одном классе, например, 25 учеников. Букет в среднем стоит 1000 рублей, то есть 25 тысяч. А в школе, ну как минимум 30 классов. Я умножила, получилось 750 тысяч. С одной школы можно собрать. Мы не можем вменять людям, сколько они должны жертвовать. Это абсолютно добровольная вещь. Если кто-то хочет подарить букет учителю, как мы можем настаивать? Я все понимаю, просто когда вот эти цифры получаются, шок такой. 750 тысяч, по сути, через неделю на помойку, потому что цветы завяли, это и экологии вред. Ну, в формате, я думаю, что в формате России, да, это, конечно, огромные цифры, но люди не должны замещать все здравоохранение и благотворительность не должна замещать все здравоохранение в стране. Здесь больше, конечно, это история про то, что дети станут другими. У нас не так развита благотворительность. Более того, современная благотворительность цивилизованная в нашей стране около 20 с лишним лет с небольшим хвостиком, потому что, ну, у нас выпала глобальная часть истории, когда благотворительностью мы не занимались и не развивали эти технологии. И сегодня мы приходим к тому, что, например, собирая на взрослого человека, если он в критической ситуации, ему не могут помочь, это очень сложно. Нам с вами не жалко нас с вами. Лучше детям помогают. Мы надеемся, что те дети, которые сегодня начинают участвовать в благотворительности, им станет жалко друг друга. Они станут милосерднее относиться друг к другу. И вот эту форму социальных гарантий, социальной помощи гражданскую, для них она будет не просто приемлемой, она будет для них нормой. Давайте вот об итогах. Четыре года вы сказали, да? Три года, это четвертый. Это четвертый. Три года вы эту акцию поддерживаете. Сколько удалось собрать и сколько школ поучаствовали? Миллион двести тридцать шесть тысяч восемьдесят восемь рублей. Если быть точным, это потрясающая сумма, это отличная сумма, к тому же такая акция, говорю, всего три года. В прошлом году более пятиста тысяч собрали. Это серьезные деньги. Семнадцать детей нашего фонда, это те дети, которые получили помощь. И два проекта в медучреждения, включая детскую онкологию, где у нас есть творческий проект, это курсы по гончарному мастерству. Когда в этом году мы собираем на двух детей, то есть это будет уже девятнадцать, но если сумма будет больше, чем нам нужно для этих двух детей, то, естественно, мы добавим тем, кому необходимо срочно. Или тем детям, которым, знаете, бывает, попадает ребенок в слепую дыру. Ну, жертватели устают, так бывает, или как-то не получается на них собрать. Мы стараемся вот с акций, у которых есть излишки, мы стараемся добавлять этим детям, и получается достаточно внушительно. Вот сегодня мне Мария Бухтуева скинула промо-ролик нашей акции, которую мы с вами проводим, про которую рассказываем. Вот там Ксюша Миллер. Ксюша с лейкозом, ей восемнадцать лет, сейчас в ожидании пересадки. Ну вот получается, что мы начали собирать в восемнадцатом году на акции «Дети вместо цветов». Сначала мы собирали на дорогостоящий препарат, но потом этот препарат отменили, и у нас теперь, и у нас хватило практически этих денег на год на полеты в Питер. То есть лечащий врач и отделение, где ее лечат, находится в Питере, в клинике Горбачевой. И это очень существенная помощь, потому что ФССР не оплачивает перелеты, а на поезде ребенку с онкологией не просто не рекомендуется, небезопасно. В этом году мы собираем средства тоже на перелеты. Значит, у нас красноярский малыш с ретинобластомой, и его лечащий врач находится в Швейцарии. Туда на порядок больше сумма, конечно. Это на порядок больше, это серьезные деньги, и ежемесячно нужно быть у врача для того, чтобы контролировать ситуацию. И так получилось, что вот этот доктор, доктор Мунье, в Швейцарии занимается прицельно ретинобластомами, а у нас не предлагают такого лечения. И наша девочка Лерочка Агапова. Серьезные последствия после менинга энцефалита. Это последствия и двигательной системы, и нейропроблемы. Конечно, нужно и улучшать, и стараться смотреть в лучшее, получать навыки, а это возможно при реабилитации. Девчонки вдвоем, ну, с бабушкой еще, мама, бабушка и Лерочка, вот они, втроем девчонки, они стараются победить. Борются как могут. Борются как могут, и мы, конечно, мы стараемся быть рядом, и надеемся, что вот эта акция даст еще возможность улучшить навыки, получить какие-то хорошие вещи в рамках реабилитации. Ольга, ну понятно, что у многих, ну, такие подозрения, куда уйдут деньги. Где можно прочесть вас на сайте, наверное, есть истории этих ребятишек, и точно быть уверенным, что деньги пойдут именно туда. Ну, во-первых, можно сейчас сразу посмотреть, зайти на наш сайт, посмотреть, сколько собрано на этих детей. Конечно, можно посмотреть у нас в соцсетях, мы регулярно пишем новости о детях. Собственно, так мы и собираем средства, мы рассказываем истории. И, конечно, там, в тот же контакт зайти, набрать Лера Агапова и прочитать бесконечную историю. Много лет мы помогаем, что получилось, что было, что будет. Будет, да. И, конечно же, своим партнерам в этом году в компании ТВК мы будем после того, после подсчета и получения, мы будем давать информацию из наших внутренних систем о каждом платеже в пользу этого проекта. То есть по всем нашим системам платежа, это назначение на акцию «Дети вместо цветов». И вот как мы, например, даем все расклады Минюсту или налоговой партнерам, мы точно так же даем эту информацию, чтобы все понимали. Ну, естественно, в доверительной манере мы пишем, и у нас все это в отчетах есть, все оплаты фонда. Так что, да, я надеюсь, что мы, зрителей наших, успокоили. Мы будем отчеты публиковать, так что не переживайте. Давайте вернемся немножко вот к школам. А как родители реагируют? Трудно ли вот этот стереотип сломать, что ребенок может пойти без букета? По-разному. Конечно, есть такое мнение, что не нужно отбирать праздник у учителей, но поскольку праздник придуман педагогам и поддержан педагогами, и поддержан школами, 45 школ за три года поучаствовало в этой акции. 239 классов. Ну, то есть из них, конечно, многие классы участвуют три года подряд. Например, 143 школа. Завтра в новое утро мы придем с директором, с Ланой Анатольевной. И я думаю, что она расскажет именно про то, что думают учителя в новом утре, как реагируют родители, потому что, ну, она на связи. Вот, собственно, они прямо наши, это называется, евангелисты. Они наши миссионеры, потому что всей школой они участвуют. Это вот то, что вы говорили, вот есть ли вся школа. Но 45 школ из разных городов. Ачинск. В первый год участвовали дети, которые сегодня уже скоро, ну, уже будут скоро заканчивать вузы из-за некоторых из этих детей. И это потрясающе. Участвуют те, кто только пошел в первый класс. Вот, Лицей Перспектива. Это был первый урок доброты в первый год, когда мы участвовали. Первые мои дети, которым я рассказывала. Я помню выражение лица их учителя. Это было невероятно. И то, как дети смотрели на учителей, как дети это восприняли. Ну да, это, наверное, такое непередаваемое чувство, понимать, что ты даришь добро. А еще на сайте можно распечатать флажок, да, чтобы показать всем, что вы в этой акции участвуете. Да, дизайнер телекомпании ТВК сделал яркие флажки. Их можно скачать, распечатать. И пойти на линейку с этими флажками. Обязательно мы просим. Ну, то есть, когда к нам приходят платежи в рамках этой акции, мы получаем электронный адрес. И всегда пишем, пожалуйста, скажите нам пару слов. Мы будем очень рады разместить на сайте у нас эту фотографию в наших социальных сетях детей. И когда в конце акции мы рассказываем, говорим спасибо всем участникам, от кого получили информацию. В общем, у нас эти тексты занимают, это огромные тексты с огромным количеством фотографий. Мы всех размечаем, кто нам прислал информацию. Для нас это честь. Мы надеемся, что и стараемся отправлять благодарности и в школы. И в ответ отправляем грамоту, которую тоже можно распечатать каждому ученику. Здорово. Вот это, мне кажется, мотивация хорошая такая. В этом году обязательно, еще раз перечитав систему волонтерства, в нашей стране есть книжка «Добровольцы». Нужно зарегистрироваться на сайте, на всероссийском, чтобы потом это дело благое, участие в этой акции, потом было внесено в книжку волонтеров личную. Завтра мы еще раз этот вопрос узнаем, обязательно напишем в наших соцсетях, чтобы дети старше 14 лет смогли себе эту акцию, себя отметить в ней, и чтобы это у них было вот в кейсе, в портфеле, который принимается в том числе и в вузах. Это плюсик. Это плюсик. Да, конечно, благотворительность в нашей стране не так популярна, это не даст огромных бонусов и баллов. Но вы знаете, иногда один балл решает все. Пока еще в нашей стране благотворительностью заниматься невыгодно с точки зрения каких-то бонусов, да, там, как финансовых, так и репутационных. Но мы будем идти, вот те дети, которые сегодня участвуют. Но они поставят себе большой плюс вот внутри и будут его чувствовать. Я надеюсь, что будут чувствовать. Я надеюсь, это дорога вперед, это развитие благотворительности, гражданской ответственности. Мы все будем лучше. Очень хочется думать так. Да, музыку уже включили, это значит, что эфир подходит к концу. Я еще раз напомню, что говорили мы сегодня про акцию «Дети вместо цветов». Мы проводим ее совместно с благотворительным фондом добродвадцать четыре точка ру. Так что всю информацию вы можете найти на сайте добродвадцать четыре точка ру или у нас на сайте tvk6.ru. Заходите, читайте, почитайте истории тех детей, которым хочет помочь фонд. Это очень важно. И давайте просто подумаем и попробуем в этом году отказаться от цветов и просто сделать добро. На этом сегодня все. Спасибо.